Девушки отдыхают Почему кондиционеры такая редкость для общественного транспорта Владимира? Таким вопросом задаются пассажиры автобусов и троллейбусов. Зайдя в салон, не оборудованный кондиционером, хочется побыстрее из него выйти, признаются жители областной столицы. И, к сожалению, вздыхают многие таких автобусов или троллейбусов, где все же можно почувствовать прохладный обдув единицы. Вот что конкретно говорят опрошенные нами жители города. Кондиционеров нету. Людям плохо становится. Нету женщину спасали даже. Ей было плохо. Как пошла, ей сразу немножко, минут 10, ей было плохо. Ну, еще отжарили, наверное. Я поэтому в 24-м нету. К тому же здесь кондиционер. Вы прям знаете, да, что только здесь он работает? Да, да, да. Тут жарко, душно. Люков нету сверху. Климат-контроль. У них почему-то антифриз какой-то не залит. А в этом году ни разу не встречались, чтобы кондиционер работал? Нет. Как часто вообще видели кондиционеры в автобусах Владимира? Ну, вот в каких автобусах езжу я, я вижу каждый день. Я езжу в 24-м, я езжу вот в 21-м, в 25-м или 6-м, сейчас не помню. Я во многих автобусах езжу. Я частенько встречаю. Так, например, в столице соседней Нижегородской области женщину вынесли из автобуса номер 40 с потерей сознания. Ей стало плохо из-за духоты в салоне. В нашем городе пока о таких ситуациях не слышно. Но на непроизвольную баню в общественном транспорте люди жалуются регулярно. Вот недавняя запись уже из местной подслужки. Зачем администрация города закупила автобусы с кондиционерами, если водители их не включают? Пример автобус 13С. Люди умирают в душегубке. Водитель орёт «Откройте форточки». Он что, какую-то прибыль получает? Ну что же на это говорят перевозчики? Для начала напомним. Автобусы и троллейбусы новых моделей, сразу оборудованные кондиционерами, есть только в пользовании муниципальной компании «Владимир Пассажир Транс». Частники же в основном используют транспортные средства пенсионного возраста, куда не встроены системы климат-контроля. Ситуацию прокомментировали только трое из четверых руководителей частных организаций. Один из них отказался общаться на предложенную тему. В основном перевозчики говорили о том, что кондиционеры особо нашему общественному транспорту не нужны. У нас зары в году, когда может быть невыносимо ехать, я не знаю, 15 дней, и дополнительно приобретать автобус с кондиционером полмиллиона плюсов никто не будет. Между остановками буквально 5-7 минут до расстояния. Поэтому дверь открывается сюда-сюда, и вся эта работа кондиционера, который должен какую-то температуру поддерживать, она там режет, справится на 50 сразу. Один из опрошенных предпринимателей, на счету которого управление сразу двумя транспортными организациями, объяснил, купить новую машину с климат-контролем стоимостью примерно в 15 миллионов – это слишком дорого для Владимирского частника. А установить новые кондиционеры в старый автобус невозможно. И вот почему. Ну это просто невозможно. Надо все заново проводить, там это очень живо. Переоборудование автобуса, завода, перевозчик не имеет права. Это должно быть специальное разрешение с ГАИ, если что-то меняется в автобусе. То есть сам перевозчик что-то меняет. Именно поэтому иногда жители, понимающие ситуацию, выбирают подольше постоять и дождаться автобуса муниципального Владимир-пассажир-транса, чем ехать без обдува в душном салоне. Но и здесь водители сталкиваются с проблемами. Иногда между пассажирами возникают споры. Одним жарко, а другим от кондиционера уже холодно. Как экипажу действовать в таких случаях? Есть ли какие-то нормы, которым надо соответствовать? Температура должна быть 23 градуса. Не выше? Ну да. Просто не успевает кондиционер, не справляется с такой жарой. Поэтому она 26. А если у вас люди жалуются на то, что слишком холодно в салоне, вы выключаете кондиционер? Ну я просто температуру побольше выставляю. Как скажут пассажиры, так и я сделаю. Какую температуру, будет комфортно. Получается, здесь никаких норм нет. Все, как решит водитель. К слову, и новый транспорт не всегда спасение для горожан. Так, например, только в прошлом году в город поступили 4 новых белорусских троллейбуса марки МАЗ. Вот так их анонсировали 17 июля 2023 года на личной странице градоначальника Дмитрия Наумова. В депо Владимир Пассажир Транс прибыли 4 новых единицы подвижного состава. Это электротранспорт, это новые троллейбусы, которые оборудованы всем необходимым. Это система внутреннего видеонаблюдения, это система кондиционирования. Однако на деле оказалось все не совсем таким радужным. Горожане рассказывают, что в существование кондиционеров в троллейбусах Владимира вообще не верят. Ни в старых, ни в новых. Но как же так получается? Машины только недавно купили, а система обдова уже не работает. В этом наша съемочная группа убедилась лично. Вот новая МАЗовская восьмерка. Окна открыты, кондиционер выключен. Сюда мы заходили 6 июня. На камеру кондуктор сниматься не стала, но дала понять, климатическое оборудование просто сломано. Здесь вообще кондиционеры, они обычно работают или он сейчас сломан просто? Девушка, я вообще даже не знаю, вы включали его, он не работает. А чего с ним, чего, я откуда знаю. Это надо кто-то... Я здесь вообще не это. Но я понимаю. И вот через месяц мы снова проехались на новых троллейбусах. На пятом маршруте кондуктор весьма агрессивно отреагировала на наш вопрос о кондиционере. Говорить на камеру она тоже не захотела, зато успела сообщить, что и здесь климат-контроль не работает. Ничего не надо спрашивать. Нет, ну я просто хотела уточнить, а у вас здесь кондиционер работает? Сломанный. А почему? А вы его чинили? Я не следствия, ничего не надо снимать. Это уже первый троллейбус и все та же марка МАЗ. Обдува не было, зато был доброжелательный экипаж. Пока стояли на остановке, водитель успел рассказать, что в новых машинах кондиционеры не работают, вероятно, из-за заводского брака. А у вас здесь кондиционер работает? Сейчас нет. Есть проблемы. Но, как я слышал, у нас уже в управлении устанавливают оборудование и скоро их наладят. А давно они не работают? Ну, они работают, но не работают. Там, скорее всего, просто заводы еще, чего-то какие-то, недоделки. Позже в мэрии нам подтвердили факт поломки кондиционеров в тех трех троллейбусах, куда заходила съемочная группа шестого канала. И рассказали, что обычно в таких ситуациях ремонтом оборудования занимается изготовитель транспорта. Направляются претензии, если машина находится на гарантии, в адрес изготовителя. Вот, и дальше проводятся ремонтные работы. Они, получается, на всех машинах одновременно сломались. Просто вы понимаете, какие сейчас погодные условия. А техника тоже, к сожалению, не выдерживает. Так кто же контролирует работу кондиционеров и обязательно ли их наличие в транспорте? За разъяснениями мы обратились в мэрию. Однако нам посоветовали написать официальный запрос в Министерство транспорта. В дорожном ведомстве прислали развернутый ответ, напомнив в первую очередь, что вопросами организации перевозок в границах Владимира занимается город-администрация. Ведь именно она и является заказчиком перевозок. Исходя из этого, складывается впечатление, что за оснащенностью и комфортом пассажиров в целом никто не следит. К тому же, как выяснилось, на территории города перевозчиков вообще никто не обязывает устанавливать системы кондиционирования в салоне транспорта. В настоящее время требованиями существующего федерального и областного транспортного законодательства обязательные нормы, регулирующие температурный режим в салонах автобусов, не предусмотрены. Исходя из требований ГОС 2015 года, температура в салоне автобуса с момента включения кондиционера должна быть ниже температуры внешней среды не менее чем на 3 градуса. Однако положение указанного ГОСТа обязательного характера не носят. Также в министерстве подчеркнули, что установка кондиционеров в основном инициатива перевозчиков. Именно они могут взять на себя такое обязательство при участии в торгах на маршруты, получив за это дополнительные баллы. Однако такая мотивация в нашем городе не актуальна. Среди малого количества частных перевозчиков на такие торги в последнее время выходит максимум одна компания. Поэтому состязаться и биться за контракт ей не с кем. Понятно, что из-за постоянного открывания дверей строго оценивать температуру в салоне нельзя. Но факт остается фактом. В общественном транспорте Владимира даже нечем ее регулировать. Максимум открыть форточку. И это во Владимирской области считается нормой. Маргарита Бычкова, Александр Агафонов, Артем Замоскин, Егор Дикевич, 6 канал.